сейчас поговорим с вами про chrome dev tools спрятанные полезности но коротко себе представлю чуть подробнее я руководитель службы разработки и чертях яндексе возможно мой голос вам немножко знаком если вы слушаете подкаст веб-стандарты если еще не слушайте обязательно послушайте в вебе достаточно давно как-то так получилось что я еще помню как на таблицах верстать и кстати полезный навык ну и я импортный спикер из беларуси как-то когда вот 15 лет назад я все начинал вот это все в вебе с инструментами на самом деле было тяженько ну то есть как дебажить мы просто печатали какой-то текст этот текст превращался в верстку хотелось иметь какие-то инструменты которые позволяют с этим работать удобно но для меня тогда открытием был dream вивер то есть я нашел инструмент в котором были шаблоны там можно было как-то классно все это собирать из блоков очень удобно но все равно есть какие-то особенности как с этим всем работать затем у меня в жизни появился фаербак ну то есть я установил себе браузер firefox там есть классное расширение блин это было прям удовольствие ну то есть я мог реально зайти что-то там какие-то точки останова поставить посмотреть какие стиле у элементов но новый опыт но то есть не просто берешь и набираешь что-то и смотришь вообще что получилось алертами там дебажить можно прям по-настоящему дебажить ну потрясающий же опыт потом появился chrome chrome он ну кажется немножко изменил индустрию в этом месте потому что добыли в фаер фаербак были какие-то инструменты chrome пошел в сторону того чтобы дать нам разработчикам больше инструментов для какого-то дебага и на самом деле есть достаточно интересное исследование прям настоящее научное исследование там очень большое количество разработчиков опрашивали спрашивали что да как как люди вообще проводят разработку и выяснилось что дебаг занимает от 13 до 95 процентов времени ну 95 процентов времени в некоторых случаях мы просто смотрим а как это вообще штука работает что интересно как в среднем 48 процентов и по ощущениям на самом деле люди говорили это вот как замерены 95 процентов а по ощущениям люди говорили ну до 80 ну то есть никто не готов был признаться что прям столько времени уходит на дебаг и при этом вот как бы начали их потом спрашивается условно вот вы времени вот вы берете задачу начинаете решать вот сколько вы дебажите ну в ответы абсолютно разные они немножко не сочетаются с тем что было на самом деле поэтому то есть история про то что мы действительно не очень-то осознаем сколько времени мы на самом деле тратим на дебаг ну и вот тут можно посмотреть красивую диаграммку на что у нас тратится время вы можете увидеть что вот синеньким и помечено что просто посмотреть файл стилей файл кода файл чего-то там что мы набираем занимает ну достаточно много времени в начале вот эти синие полосочки концу мы уже скорее всего не читаем мы просто дебажом пытаемся понять как что это такое ну и давайте перейдем собственно chrome devtool зам почему резкий переход кажется что очень важно иметь какие-то инструменты которые прямо очень много автоматизируют в работе ну то есть если реально до 48 процентов времени я трачу на дебаг но мне хочется делать это эффективно мне хочется делать это быстро я хочу ну можно сразу код правильно писать но камон все мы знаем как мы пишем код ну и погнали собственно здесь в 12 есть не автомобиль и кстати да давайте так если вы слышите какой-то интересный факт который вы до этого не знали ставьте в чате какой-нибудь огонечек чтобы мы потом посмотрели какие я вот как раз прошу женю потом посмотреть сколько огонечков там чатике было на какие фичи самые популярные ну и первый факт если вы хотите открывать сразу любой табик с открытыми дэв тулзами вы можете запустить chrome вот с таким вот флагом of the open devtools for tabs и каждый раз когда вы открываете новый этап у вас будут открываться дэв тулзы ну кому-то это может быть реально удобно что давайте перейдем у меня здесь live демо поэтому может что-то сломаться я вообще не удивлюсь но тем не менее я хочу показать вам вот все настоящем хроме маленькое уточнение у меня chrome canary это версия специальная хрома которая содержит самые актуальные изменения которые вот где-то вот подхватываются на уровне сборки еще разработчиков и меня еще включено много всяких экспериментальных флагов вы можете зайти зайти в chrome двоеточие слэш слэш флагс там включить всякое интересное экспериментова платформ features и так далее ну я это включаю ровно для того чтобы посмотреть вообще чё там происходит и заранее попользоваться какими-то крутыми штуками ну и скорее всего когда вы открываете какие-то дэв тулзы у вас часто выскакивает вот такая вот плашечка первый совет есть такая штука как настройки если вы начинаете работу с каким-то инструментом наверное логично сразу его настроить под себя чтобы было удобно вот еще раз показываю нажимаю вот на эту штучку шестеренку чтобы выключить вот эту вот штуку которая вылазит вообще каждый раз здесь есть галочка show what's new auto each update обязательно ее снимаем и ну опять же если хотите читать эту новость читайте ну и на самом деле многие не знают но в интерфейсе есть русский язык если вам просто непонятно какие-то вещи вы можете переключиться на самом деле это служба на русский язык дальше настройте под себя все что вот вы хотите правда здесь очень много полезных всяких вещей вы можете найти вещи о которых вы даже не подозревали некоторые я знаю для того чтобы быстрее просто переключаться между панельками включают вот эту настройку на маке это команд 1 9 для того чтобы переключать панели и вот я правда видел людей которые просто вот так тык 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 быстренько перед всем переключаются ну классно здесь можно сразу выставить настройки там сохранять логирование и прочие всякие штуки я под себя настроил мне достаточно удобно ну и в общем-то вы обязательно тоже сделать что есть классного в свежих версиях хрома ну про шорткаты вы скорее всего знаете что они есть браузере ну вы можете во первых посмотреть их какие на что ну вот например консоль можно очистить по команд к или control l сразу два шортката на самом деле буквально недавно появилась возможность назначить свои собственные шорткаты то есть появился вот этот карандашик вы на него нажимаете и назначаете шорткаты которые вам удобно более того вы можете выбрать visual studio код шорткаты то есть у вас вашей и дэшки и в дэв тузах будут одни и те же комбинации клавиш которые включают какие-то вещи работ при работе с кодом это довольно удобная история ну и я слышал про то что здесь будет появится больше призетов возможности совместимость какими-то другими дэшками ну по-моему прикольно важная еще вещь я буду показывать какие-то вещи кликая здесь в интерфейсе просто потому что так более визуально но наверное самая полезная вещь которая нужна которая позволила мне найти много всяких фичей здесь есть командная палет палитра командная строка в общем если вы сделаете command shift p или control shift p вы включаете ран команд это вот как в с коде вы можете какие-то такие команды выбрать но во многих и движках это есть в хроме это тоже есть и достаточно давно ну и что классно вы можете посмотреть вообще кучу всяких возможностей что из интересного здесь на самом деле есть вещи которых в настройках кроме как вот через команд палец вначале не включить бывало такое сейчас по большей части есть каких-то настройках обязательно просто полистайте и вот на самом деле вот если их самая важная часть из доклада запомнить вот запомните это команд shift p и полистать что там вообще есть вы найдете очень много всякого интересного вот сейчас например языки можно всякие переключить показывает мне но я буду показывать при помощи кликов хотя нет давайте важную вещь что я часто делаю я часто выключаю java script ну то есть я просто включаю эту командную панель дизай был java script просто сюда пишу мне не нужно идти куда-то там в настройки это довольно быстро ну и смотрю как сайты ломаются в интернете потом мы не был java script и сайты вроде как начинают работать дальше ладно давайте двигаться к вкладке elements скорее всего вы с этой вкладкой встречаетесь но очень часто тем не менее как выяснилось среди моего окружения многие не знают многих вещей которые там есть ну потому что мы когда-то привыкли что вот это я научился а что-то там спрятанное ну не так уж и часто мне надо не все знают но когда вы наводите на какой-то селектор на самом деле он начинает подсвечиваться ну то есть таким образом можно находить к чему этот селектор применяется прям визуально правда нужно подождать какое-то время он там ждет но тем не менее вы можете реально написать сюда какой-то добавить новый стиль для того чтобы найти а где у меня там вообще заголовки h1 ему так оп визуально вам посвятил из того что прям мало кто знает но по крайней мере в моем окружении возможно вы знали все вот эти стили их можно копировать как обычно делается ну типа выделяешь этот текст команд c и пошел но на самом деле вы можете правой кнопкой мыши вторая важная вещь из доклада которую нужно запомнить правая кнопка мыши в дэв талзах иногда открывает вам новый дивный мир ну правда здесь есть вещи которые спрятаны исключительно за вот это вот меню ну и вы их не находите потому что ну зачем мне кликать так вот здесь есть возможность копировать например все стили все ну вот собственно я взял скопировал все все что было у элемента ну ладно окей это я могу как-то выделить скопировать наверное вещь которая очень сильно порадует джесс разработчиков копировать все стили как джесс и у меня получается то что я могу вставить в инлайновый джесс который там где-нибудь в реакте в gsx и ну по-моему прикольная история я когда это узнал просто сэкономил огромное количество себе времени потому что зачем это все самим головой преобразовывать очень удобная совместимость ну и на самом деле здесь есть полезного еще есть когда вы ну не знаю давайте ему маржин какому-то блоку добавим вот он начал ехать смотрите у меня здесь почему-то подсветилась зелененьким на самом деле я включил режим в котором показываются все изменения визуально зеленая это то самое которое позволяет мне увидеть а что же поменялось так вот здесь есть копии all css changes я просто копирую ровно то что я изменил при дебаге в элемент и он это возьмет и скопирует он мне причем показывает в каком файле и где чего нужно поменять довольно удобно ну ладно это я скопировал а можно ли где-то вообще посмотреть эту всю историю без копирования да на самом деле да вот этот вот это вот многоточие кебаб она наверно правильно называется за ним тоже очень много всего интересного спрятана перейдите перейдите в more tools и здесь есть такая вкладочка changes внутри этого changes вы прям в гид стиле видите что где как поменять и это ну тоже штука которая сильно сэкономила мое время я в свое время демками увлекался делал всякое на css просто набираешь это все в элемент в стиле добавляешь и вот оно вот это просто берешь и копируешь правильное место здесь подтягивается не только css здесь еще в том числе подтягивается javascript html если вы какие-то правки сделали ну по моему потрясающая вещь двигаем дальше наверное наверное вы знаете про то что вот когда навести вот этом бокс модуле то подсвечивается чему там равен margin border padding но оказывается не все знают здесь можно сделать двойной клик на каком-то значении и выставить кастомное значение оп она поменялась при этом подтягивается она как вы видите прям в элемент style фигачится прям здесь то есть все таки если хотите перенести это в код она к сожалению в чем здесь не отразится но тоже полезная вещь прям коробочку потюнить из того что тоже важно мне часто помогает в работе здесь рядышком сверху на этой панельке есть всякое интересное например ну ховер и вот эти все я думаю вы точно использовали для того чтобы дебажить актив фокус и так далее но многие допустим не знают про то что вот этот css он просто позволяет вам добавлять какие-то классы и вы например можете добавить какой-нибудь класс тест и просто выключать его не меняя атрибут довольно удобная штука для дебага особенно в реакте когда есть какие-то там способы ховер сделать при помощи живоскрипта зачем-то помимо этого здесь вы также можете найти кнопочку плюс которая позволит создать просто новый стиль и из того что появилось не так чтобы давно когда вы сюда нажимаете вот на эту это наверное валик для покраски здесь есть прикольная история они вытягивают сюда постепенно вещи которые удобны для дебага всяких интересностей например сейчас сюда внесено прессерс color scheme это css свойство это css медиа выражение которое говорит темную тему не темную тему темную темы на сайте может быть реализована может быть нет есть еще автоматическая темная тема давайте посмотрим как сайт сломает вот смотрите в она просто не отработала в общем в хроме есть механизм автоматической темной темы он пытается как-то там цвета все поменять чтоб она стала темным но как видите с не справился перед все отлично полезная история двигаем дальше иногда нам нужно одебажить какие-то анимации как это сделать все просто вы идете точно так же в мотулсы находите animations включаете эту панельку давайте посмотрим если тут на страничке какие-то анимации вот при скроле сверху у нас там шапочка красивенько меняется вот эту анимацию самая прикольная и можно посмотреть по кадрово при желании он показывает вам превью того что произошло он прям записывает видосик отстань вот и когда я на нее нажимаю я могу посмотреть а какие свойства собственно поменялись чем эта штука классная наверное вы сталкивались с тем что дизайнер приносит вам какую-то классную анимацию но он и приносит в своем инструменте и вы пытаетесь как-то что-то вот попал не попал и надо отправлять на дизайн ревью чтобы он посмотрел короче можно просто дать дизайнеру css он придет такой ага вот так вот мне надо вот сюда я подвигаю он соберет эту анимацию и просто вам скинет код можно дать ему доступ гит репозиторию он еще может и закоммитить научить обязательно сэкономите кучу времени рекомендую ну что двигаем дальше что еще здесь в вкладке элемент интересного есть на самом деле из того что полезного недавно завезли вот эту вот иконочку две буковки эй это редактор шрифтов вы когда на него нажимаете вы можете поменять на какой-то другой шрифт который должен быть у элемента здесь есть те которые вы непосредственно вставили в стиле и он найдет их распарсит из css и потянет сюда можно давайте посмотрим комикс санс хитро тут все очень сделано классно ну давайте какой-нибудь элемент я прям прибью ему комикс санс так вот показать дизайнеру он скорее всего идет из вашей команды после этого и замечательно по моему тоже полезный инструмент на самом деле он очень удобный по инструмент для прототипирования то есть вы даете список стилей и в нем зашивается список шрифтов и дальше подбираете какие шрифты правильно подходят точно также можно показать это вашему дизайнеру чтобы он поигрался со шрифтами тоже но мне говорили что они то любят так двигаем дальше что еще из такого прям важного недавно достаточно но как относительно давно появилась возможность включить дерево доступности да понятно здесь у нас есть вкладка access ability можно посмотреть для каждого элемента как чего будет по доступности тоже очень важная вещь не забывайте про нее но появился прям отдельный тоглер я включаю режим дерево доступности и он мне показывает то как это будет выглядеть для скринридера ну это прям очень удобная история и причем можно найти всякие интересности которые но вы не можете даже кликнуть на какие-то элементы они здесь показываются потрясающая вещь здесь конечно есть чего дорабатывать но я пользуюсь постоянно что еще из того что прям я точно знаю вам может понравиться смотрите есть color picker вы скорее всего когда нажимали сюда на какой-нибудь значок цвета вы его видели мало кто знает но когда вы кликаете вот на эту штуку которая собственно выводят вам цвет сейчас он будет его прозрано давайте сделаем красным а это не красный это черный так я очень вот вот здесь в этот свет когда он кликаете он вас копируется причем копируется в том формате который у вас здесь указан не все знают но вот эту вот штуку когда вы нажимаете change color формат вас меняется формат вы реально можете взять и поменять на hex посмотреть его потому что я часто видел как люди пытаются копировать хекс из него доставать rgb ну еще из того что прям я точно видел не всегда работала здесь если шифт на колор на цвете зажать сейчас секунду он как так ладно подождите вот здесь вот эту кнопочку можно нажать да color palette это возможность посмотреть какая палитра у вас на сайте есть и это тоже обалденная история он пытается распарсить цвета которые находят у вас внутри сайта и с этими цветами вы можете прям брать те которые у вас есть в палитре к сожалению он не так чтобы классно работает с сс переменными но смысле он не подставляет ссс переменной как значение он берет прям тупо цвет и подставляет в нужное место но мне кажется это уже вопрос реализации цветовыми палитрами действительно работать довольно удобно двигаем дальше про то как посмотреть измененные стилей я вам уже рассказал давайте поговорим про интересную вещь которая появилась тоже достаточно недавно css овервью я могу открыть такую вкладку опять же я сделал через кебаб жму captcha overview и он не собирает статистику по сайту таким образом на самом деле очень удобно можно собирать всякое про ваш сайт ну например здесь мы видим что у нас 98 элементов грузится 3 таблицы стилей 7 медиа выражений дальше идем и смотрим какие цвета у нас используются ну например для того чтобы сделать рефакторинг цветов по моему обалденный инструмент мы сразу видим что их тут не так чтобы и много можем их поменять у нас здесь комикс санс пророс он кстати смотрит актуальное самое вы можете увидеть что у вас там размеров шрифтов не так чтобы и много задано но хотя когда я вижу какие-нибудь в фон сайз 16 и 25 это очень интересная история почему кто-то копировал из фигмы ну собственно вот line-height тут очень много разных интересных короче можно за всем этим посмотреть классно кстати у нас оказывается на сайте нету неиспользуемых деклараций это полезно но здесь можно такие вещи увидеть то есть он показывает что какой-то css вообще совсем не используется ну и в общем здесь могут мне очень нравится вот этот вот медиа это медиа выражение она прям жестко прибивает как к чему-то самое классное вы можете кликнуть на вот этот куранс и в этот момент он по идее должен был перейти мне к стилям но что-то пошло не так live demo все как обычно но на самом деле да я про я точно пробовал он переходит туда и показывает вам файле и в этот момент уничтожу курсор подвис настолько все плохо так давайте 7 бета 1 резет live demo обожаю все зависло вау здравствуйте поисковые системы что мы хотели мы хотели я толкс мы хотели я толкс давайте перейдем сюда еще раз и откроем еще раз я в новую вкладку открыл чтоб наверняка в общем css over view появился не так давно но я им активно пользуюсь это довольно интересная история что еще появилось вы можете заметить что я показываю вам штуки рядом с которыми стоит вот такая вот экспериментальная пипяка performance insights это попытка переосмысления вообще как должна выглядеть вкладка performance и network одновременно давайте попробуем я надеюсь тоже сейчас все заработает вот он сейчас пытается что-то делать с сайтом крутится вертится оп сделал вы скорее всего видели вкладку network вы скорее всего видели вкладку performance и скорее всего многие кто из вас видел вкладку performance с криками убегали с нее потому что боже почему столько непонятных штук попытка переосмысления как раз таки ровно в том чтобы не пугать вас большим количеством графиков непонятных линий это все еще полезно для тех кто прям на bleeding edge пользуются перфомансом но он может просто дать вам кучу советов вот это самое интересное то есть он говорит смотрите у вас четыре блокирующих рендеринг ресурса вы когда наводите вы видите какие это ресурсы вы можете сделать какие-то выводы точно так же он дает советы здесь внутри как можно с этим работать если бы здесь было прям все очень плохо он бы действительно сказал почитай-ка пожалуйста статью мы специально для тебя и написали на веб-деве там все есть для того чтобы ты мог работать лучше советы это вот очень интересная история то есть теперь вам chrome дэвтулзы не просто говорят что у вас происходит но и говорят как сделать лучше по моему это обалденно из того что тоже появилась не так давно но я прям чувствую у этой вкладке есть огромное будущее полива вы можете открыть вкладочку рекордер и и тоже надо включать отдельно экспериментально но суть в чем скорее всего вы каким-то образом запускали какие-то авто тесты которые гоняют вашу страницу и что-то на ней делают selenium для этого использовали там что сейчас модное какие другие есть инструментом гермиону какую-нибудь так вот эта вкладочка мне кажется она будет убийцей вот таких вот всяких тестов потому что вы сможете запустить попитер который вот внутри себя может делать все то же самое на самом деле рекордер внутри себя использует тот самый протокол попитера который гоняет какие-то тесты давайте попробуем старт не рекординг я токс текст электроатрибут нам пока не надо погнали я зашел на страницу по факту и хочу кликнуть вот какой классный спикер был бы здесь лайк я бы поставил или избранное добавить все and recording что он сделал он по факту записал мне максимально простой скрипт вернемся на страничку доклада который я могу воспроизвести то есть посмотрите жму кнопочку реплей оп и он уже что сделал как он это сделал мне вообще не важно на самом деле он просто взял и понял куда я кликнул по какому-то селектору но вы можете посмотреть вы он находит селектор номер один он там какой-то жуткий на самом деле такой себе селектор взял потому что видимо при пересборке поменяются стили но у него там экспресс на всякий случай есть у него есть еще на всякий случай он ищет уникальный текст на странице короче всяческим способом старается сделать скрипт который будет работать и говорит что нужно кликнуть и мы ожидаем что после этого произойдет переход сюда то и сюда то эта штука очень хорошо настраиваемая и опять же вы можете найти документацию по ней мне кажется при помощи нее автоматизировать всякое будет ну прям очень интересно что еще я могу успеть вам рассказать на самом деле у меня доклад на полтора часа но мне сказали столько нельзя обязательно попробуйте в консоли такую вещь как вот этот вот глазик мне всегда было интересно что это но нажимать на него как-то он подсматривать будет нет на самом деле это давайте документ актив элемент эта штука которая показывает в реал тайме что я могу отслеживать вот в java скрипте ну то есть я беру просто пишу какой-то java скрипт объект и он не всегда здесь будет выводить вот live expression то что происходит например я таким образом сфокусированные элементы могу делать актив элемент он пошел гулять по самому табику вот я вижу где сфокусирован на какой там у него класс стоит можно использовать для всяких других вещей когда вы это дебажит ну из того что прям вот тоже смогу посоветовать из наверно таких свежих вещей но как свежих есть вкладка issues так вот не игнорьте ее вы могли заметить что у вас раньше были там ошибки ворнинги а теперь еще ищешь какие-то появились он постоянно вам говорит что вы делаете что-то не так так вот они опять же стараются они делают так чтобы не просто сказать вам смотрите вы используете юзер-эджент а мы это вообще-то собираемся его выпилить попробуйте посмотреть другую опишку и здесь они говорят где это используется тут метрика какая-то и дают ссылку на материалы где можно почитать как с этим работать просто вы можете пройтись по своему сайту почитать кучу материалов и исправить на ходу у них задача как раз таки развивать эту историю активно и работать с этим весело давайте на самом деле я сейчас приду к слайдам здесь очень много чего можно показать но вы же можете сами с этим всем разобраться во-первых есть канал на ютубе google chrome developers они туда сейчас начали писать делать по сделали плейлист про то как работать с дефтузами и вы вот те вещи которые он рассказывал можете посмотреть там более сжато более коротко есть потрясающий сайт can i devtools здесь как раз таки собираются вещи которые это как к на юз только для дефтузов вы можете посмотреть какие вещи есть каких браузерах какие способы дебажить есть здесь очень много интересного можно найти и выяснить что например в сафари есть какие-то безумно уникальные штуки фаерфоксе есть что-то очень классное но и в том числе вы можете сравнить каких браузерах больше дефтузов интересных есть devtools tips.org потрясающий сайт который содержит всякие такие вот вещи которые ну не очевидны я здесь нашел а кстати давайте быстренько покажу как сколько вам было тут today i learned вы знали что если давайте перезагрузим страницу нажать shift в давайте так папа папа нажать shift когда вы наводите на какой-то запрос вкладке network он вам покажет кто был инициатором запроса и что произошло дальше от от этого какого-то скрипта ну там есть нюанс что вам нужно немножечко поводить мышкой чтобы понять что вообще происходит ну тут мало таких взаимосвязанных вещей ну вот например на код gs я навожу и вижу я когда это узнал я узнал это вот как раз этого сайта и блин ну обалденно это нигде не документировано самое прикольное опять же есть документация официальная вы можете зайти посмотреть как работают дефтулзы там все классненько с примерами с картинками в общем не стесняйтесь тоже заходите читайте но как выяснилось реально не все документировано поэтому надо смотреть через комьюнити пишет мы очень много рассказываем под касте веб-стандарты на самом деле про эти дефтулзы собственно почему доклад появился я постоянно восхищенно рассказываю отчетом появилась новом браузере и мне просто какой-то мне сказали сделать уже про это доклад в конце концов поэтому подписывайтесь слушайте как я это говорю каждую неделю ну и пробуйте дефтулзы они большие в них много всякого интересного обязательно делайте свою жизнь проще ну типа автоматизируйте сделайте так чтобы разработка занимала времени больше чем дебаг да сложный случай никита скажите вот эти chrome chrome дев tools они сейчас с нами в этой комнате то я их только что видел а знаете мне еще кажется вот прям сейчас что за мной наблюдают да да а у вас не было такого что вот в ушах что-то голоса когда голоса в голове вообще дичь какая-то происходит не волнуйтесь все будет хорошо боже между нами ток прямо прошел ладно свои вопросы ребята задавайте в чате мы на них обязательно ответим а также оцените нашего любимого спикера но моего любимого хотя у меня все спикеры любимые никита дубко про chrome дев tools поставьте свою оценку 10 из 10 на кончиках пальцев о боже но у нас нет и больная система а ну если поставите 10 по пятибалльной системе chrome дев tools открываешь и ставишь 10 есть несколько комментариев есть несколько вопросов первый давай я начну с огоньков которые ты просил давай огонек про control shift п очень классно очень понравилось напомни что это это открывает командную строку в которой можно собственно любую команду текстом вести класс класс вопрос зачем отключать java script очень хороший вопрос на самом деле ну есть такое я даже сейчас иногда отключаю это весело ничего себе ну я посторонник того что сайт может открыться в любом месте ну то есть человек например не знаю едет в метро у него там сломался интернет потому что его просто нету нигде в этот момент java script начал грузиться но не до загрузился что мы видим в это время на странице и вот такие вещи дебарит кажется полезно опять же иногда бандал просто слишком большой иногда там у тебя с 3 отвалился ну то есть файл почему-то не загрузился иногда тупо ошибка в коде которую ты загрузки ломает весь java script я такие вещи специально смотрю для прогрессивного улучшения ну то есть я сначала стараюсь сделать сайт который будет работать без java script а ну совсем без сс это уже перебор хотя это кстати тоже способ дебажит ту же самую доступность типа если я вижу сайт даже без сс и понимаю что происходит ну все замечательно но это сложно короче я иногда выключать java script ровно для того чтобы вот это прогрессивное улучшение заранее посмотреть классно классно ну плюс есть еще security всякие консерны например если особо параноидальный ты можешь отключить все все java script и в том числе да причем там есть интересно что когда вы выключаете java script он еще делает какие-то еще что-то выключает то ли он куки они это когда вы куки вырубаете он тоже там выключает помимо кук еще и local storage выключить ну в общем браузера нас заботиться да все параноики в чате выключайте также еще огонечки были понравились про copy all css changes часто забывал что менял в общем очень очень людям зашло я сам когда узнал такой почему я про это узнал только сейчас а потом понял что эта фича появилась как раз за неделю до того как я про нее узнал что мне кажется может быть уже пора знаешь так как chrome dev tools настолько большие пора уже делать отдельный курс на вот мы изучаем java script не знал горитмы и chrome dev tools спасибо за идею но на самом деле у них же есть вот эти видео и у них есть статьи где они пишут что нового кстати алена батицкая переводит на русский язык эти статьи максим сальников то есть можно посмотреть почитать подписаться и узнавать про эти новости не в докладах никиты дубкова не в новостях веб стандартов а прям все читать сами также у нас есть еще вопросы есть вопрос немножко такой надо ли добавлять к хрому react dev tools react ну view dev tools то есть есть же популярные плагины расскажи может быть немножко про них до особенность современных dev tools of что они все поддерживают протоколы тому dev tools of есть свои протоколы как в них добавлять экстеншены и на самом деле вы можете сами добавить что-нибудь отдельной вкладкой там нет возможности в текущую вкладку как-то вписаться но отдельную вкладку свою написать можно собственно react dev tools и view dev tools и прочие всякие они ровно так и сделаны по факту это браузерное расширение в чем суть я считаю что если вам что-то ускоряет работу если что-то действительно делает быстрее ставьте но всегда есть нюанс react dev tools когда загружаются они ну перформанс с ними лучше не мерить потому что они тоже подгружаются на страницу внезапно бандал большой откуда-то это на перформанс влияет то есть тут надо понимать как это работает тут есть вопрос я его немножко не понял но ты наверное поймешь где дуба жить на яндексе или на хроме наверное имеется ввиду яндекс браузер яндекс браузер или хром но смотрите на самом деле прикол в том что яндекс браузер под капотом содержит хромиум и насколько я знаю что ребята из яндекс браузера в том числе контрибьют в хроме ум какие-то вещи и там например с рендерингом они делали крутую штуку который теперь пользуется весь мир но по факту яндекс браузер из-за того что ждет когда хроме он соберется там основной ветки он чуть-чуть запаздывает поэтому если вы хотите самыми современными до столзами пользоваться ну я типа это делаю в хроме причем вы могли заметить типа хром канаре желтенький то есть я там беру просто версию которая может могла у меня сейчас сломаться во время доклада у меня уже такой один раз было ну потому что она там обновилась и там все сломано но при этом там есть экспериментальные флаги в яндекс браузере эти флаги тоже кстати можно зайти подключить но они немножечко запаздывают ну короче дебажит там где вы работаете на самом деле типа если вы сайт смотрите яндекс браузером дебажьте там очень странно где в другом браузере у нас есть комментарии комплимент после такого доклада вопросов не остается чисто ради него буду теперь смотреть веб стандарты классно смотреть стандарты есть нюанс мы звуком выходим но данные можно смотреть на морзинка из полтора часа еще один небольшой вопрос почему расширение портят работу сайтов знаешь когда у тебя много всяких разных странных расширений ты открываешь консоль у тебя там какие-то неведомые ошибки от каких-то странных расширений очень хороший вопрос и кстати да это я то что не успел показать во вкладке network сверху слева есть такая окошечко input и в нем можно фильтр ставить многие в принципе что делают они используют его исключительно для того чтобы просто урл какой-то записать и вот он тебя отфильтрует во всем этом списке урлов поставит тот который тебе нужен обязательно почитайте в документации там огромное количество фильтров которые можно комбинировать и например есть фильтр опять же недокументирован внезапно минус chrome минус extension не там той по моему chrome extension ну в общем суть в том что он будет выводить урлы которые сказать за которыми ходили экстеншены я когда это узнал нашел очень много интересного чуде вот extension они реально ходят в интернет пока я хожу в интернет вот такие вот они к сожалению экстеншены все работают так что они что-то подгружают на страницу хорошо если это локальный ресурс который они просто инлайн это вставляют но иногда вот как я говорю они ходят в интернет и загрузка к сожалению когда вы меряете перформанс у ваших пользователей у меня все идеально моим лабораторном стенде все супер, супербыстро. А потом выясняется, что у вас есть какой-нибудь селектор, который попал в список от блока. Ой, а вот почему не работает. Ну то есть экстеншены, к сожалению, очень сильно ломают иногда сайты. Их нужно учитывать. И у нас мы, у нас остается время для последнего, несколько философского вопроса. Готовься отбиваться. Если ты много дебажишь, да, как ты сказал, 90% ты дебажишь. Может быть что-то работает не так? Почему не писать сразу и нормально? Приходится дебажить? Отличный вопрос. Где-то продакшен упал. Но на самом деле это нормальная история. По всем там разным есть исследованиям мы все равно читаем код больше, чем его пишем. Мы все равно дебажим больше, чем разрабатываем. Потому что мы работаем в команде. У тебя есть люди, которые пишут код. У тебя есть люди, которые его читают в команде. Мы меняемся фичами. И ты не можешь сразу прочитать идеальный код, понять, что он делает. Ты, скорее всего, подебажишь, чтобы понять, что он делает. Опять же, в команду прилетают баги. Ну, если человек, который задал вопрос, пишет сразу без багов, ему большое уважение. Но я бы покрыл тестами его код и посмотрел, действительно ли так. Может быть, это не человек пишет, а AI-чат-бот. Сейчас AI такие стали, что ты себе не представляешь. Кстати, ты видел? Тут новые боты появились. Ну, не боты, а AI. И скоро все. Скоро не нужно будет код писать. Ну, кто-то же должен будет потом баги править за этим AI. Или написать AI, который находит баги. А потом AI, который правит. Ну, и в общем, и пошла жара. Будем писать AI? Да.